Всем привет, с вами Мосс. Честно говоря, я сомневался в целесообразности этого видоса, но почитал ваши комментарии, посмотрел, чем страдает пролетариат в онлайне, и все же решил собрать состав бюджетной АПЛ-очки в AFC25, как в старые добрые времена, начнем с самой дешманской сборки, и потом уже после нескольких онлайн-матчей отметим слабые и сильные стороны и постараемся этот состав улучшить. А улучшить мое настроение, да и вообще положение дел на канале, поможет ваша активность, поэтому подписывайтесь, ставьте пальцы вверх, и, конечно же, пишите в комментариях, что еще хотели бы увидеть в ближайшие дни. Заранее спасибо и, собственно, приятного просмотра! Сборку по традиции начинаем с самого бюджетного варианта. Если выбили Серхио Санчеса, ставьте на ворота его. Рост хороший, таланты есть, но если хочется наряднее, можно взять какого-нибудь Эмильяна Мартинеса. Эдакая инвестиция в рейтинг. В центре обороны ставим дуо ЦЗшников из Ман-Сити. Левее весельчака Ёшку с золотыми блоками, а правее Мануэля Аканджи, у которого внезапно оттяпали все таланты. Как так вышло, не совсем понимаю, но статы у швейцарцев все равно очень даже годные. Слева нет смысла переплачивать за удоджи. Лучше прикупить мега-универсального Ферди, который одинаково хорошо закроет любой фланг, тем более тут даже по 4 звезды на финтах и слабой ноге. Справа Диог Далот, компромиссный вариант, которого можно бодрейше оживить эволюцией основателей, ну той, которая для ПЗ и дает плюс 2 к рейтингу. Его, как и остальную линию обороны, желательно нарядить в теневой стиль сыгранности, иначе окаянные спринт-бусты знатно подпортят ваш гейм-экспириенс. В центре поля, в качестве оборонительного ЦП, выступит Мойзе Скайседа. Продается по цене квикселлу и, как мне кажется, напрасно. Моделька неплохая, нужные таланты на базе, и отбирать мячи южноамериканец способен только в путь. В паре с ним более попсовый и оттого дорогой вариант в лице Жуэллинтона. Хотя прайс его понятен, ибо бразилицы отлично заходят под эволюцию бокс-тубоксов. Можете, в принципе, качнуть, станет заметно бодрее. Слева на фланге ставим товарища Мартинелли. Дешёвых альтернатив на позиции практически нет, а нам нужен товарищ, который и бегать может, и финт крутануть, и передачу сносную отправить. Справа под те же критерии попадает молотобойный Кудус. Правда, у него с пасами и завершением скудно, поэтому лучше сверху накинуть меткий глаз. В нападении ещё одна квиксельная карта Леон Бейли. Здесь самое стрёмное, это две звезды на слабой ноге. Просто запомните, что всё надо делать рабочий левый, а в остальном игрок солидный. Рядом с ним ещё один классический донор для эволюции Габи Жезус. Если засолили развитие на ФРВ плюс 2, качайте. Моделька у Канонира прикольная и послушная, ну и охотника применить, чтобы забегал как в лучшие годы. На скамейку ставим всё сносное из АПЛ, что было в клубе. Старина Рокфор чуть что в старте не выйдет, ибо сломает лимит в 50к за состав. По тактике вообще без заморочек. Играть будем в тестовом режиме, исключительно этой авантюрной 4-2-4 с сильнейшим перекосом в атаку. Тем честнее будет обзор команды. В 4-м дивизионе халявы и лунтиков сейчас, считай, не водятся. И действительно, Маркинио Шидон Нарума у Сопа стоит как весь наш состав. Хотя в остальном чего-то страшного вроде не примечаю. Пади удача у Типсона в пакцах в лучших традициях МОЗФСИ. Начали же мы неплохо. Даже изобразили что-то похожее на позиционную атаку. Учитывая нашу безбашенную схему и роли, надо доводить все это до удара, иначе на контратаках придется не сладко. Ну, сами видите, какие зияющие зоны образовываются с такими настройками. Кое-как отбились, спасибо бесталантному Мануэлю и затем длиннолапому Серхио. Дальше, правда, на поле происходила какая-то тягомотина в центре. Хайлайта пришлось ждать добрых 30 игровых минут. Контра на этот раз с виду была не столь опасна. Таковой ее сделали сомнительные мувы в защите. Снова говорим «грасия» с испанскому вратарю и пытаемся собраться. Кайседо услышал и выполнил раз прекрасную диагональ на набегающего Диогу. Тут сразу вспомнилась прошлогодняя фифуля. Казалось бы, идут годы, меняются сезоны, а прострелы с фланга по-прежнему на месте. Соба загрустил и доигрывать не стал. Учитывая отношение конторы к своей аудитории, покупать у канадцев поинца история такая себе. Лучше решить все вопросы, связанные с золотишком. У надежного старейшего партнера канала Вани Мухина, сделает все качественно и оперативно. Он же поможет с играми, подписками, аккаунтами. А если скажете, что пришли от меня, то еще и скидку в 5% получите. Ссылка в описании ролика. Идем во второй матч, предвкушая более дотошную проверку бюджетных бестов. Экзамен на этот раз принимали у наших скромняк очень солидные ребята. И явно кто-то подпортил себе карму, ухватив поинцев из широкого канадского кармана. Наседать на владение Санчеса мажоры в красном ожидаемо начали с первых минут. Наши не дрогнули и отвесили по-настоящему опасным моментом, в котором тупо подвел красный ТФ. Смолярек и Камрады отправились наказывать нас за расточительность, но хладнокровных ТЗ из Ман-Сити польским дедам не напугать. Кайседа же в очередной раз начинает атаку. Здесь Мартинелли по-хорошему губит еще один голевой момент. Чуть что это был жесткий пас, но никак не удар. Бразилец осознал ошибку и помчался отрабатывать в ДЕВ. Вот только незадача. Кайседу пинают толпой и накрывать Фарлана уже никто не успевал. Завершение нашему Габриэльчику на зависть. Горим 0-1. Отпраздновав и заценив повтор, Соб благополучно получает детский мат. Старые добрые кикоффные сейчас летят намного лучше, чем годом ранее, так что будьте на чеку. Первый удар такой себе, но Мартинелли все же свой гол вымучил. 32-ая минута, 350 тысяч монет. Столько стоит карточка Диего Фарлана, и по меркам сентября кладет он уж вольно хорошо. На 36-ой минуте показалось, что все, поплыли и приплыли, но Соб начал пижонить, да так что даже Фарланища без зеленого ТФ такое положить не смог. Мы же терпеливо ждали своего шанса. На пресловутой 45-ой минуте он случился. Снова левый фланг, на ударной оказывается Жезус, но Соб не двигает вратаря и легко ловит ударов ближку. Второй тайм стартовал с еще одной нашей кикоффной, в которой прекрасно можно почувствовать разницу карты за треть мульта и за 900 монет. Леон руинит, и на первый план решается выйти Кудус, о существовании которого вообще вспоминалось по праздникам. Уже лучше, но все равно не то. Здесь нужно искать наверняцкий пас на убойную позицию, и его находит одноногий Леончик. Габи не имел права промахнуться, и на табло 2-2. Почти сразу Жезус ловит кураж и пытается записать в актив еще и ассист. Прием меча вышел воистину молотобойным, Собу тут откровенно повезло. Карма вернула должок на 76-й минуте, когда после грубой ошибки Ёшки, Фарлан внезапно решает скастлейть Кудуса. Делаем замены, выпускаем свежачок и надеемся на лучшее. Но вот какая незадача. Игроки-то теперь меняются после следующей остановки в матче, и не в последнюю очередь из-за сдохшего Аканжи мы дожидаемся этой паузы уже снова с мечом на точке в центре поля. Я не знаю, почему оппонент не реагирует на ошибки, но он запускает за Шиворта уже третью кикоффную в матче. И то ли Тима поспешил, то ли он вратаря успел подвинуть, но снова убойный момент в помойку. Компенсированное время истекало, и мы кое-как зарабатываем угловой. Киперосов не вынимает, но и у нас нет годного столба ни среди ЦЗ, ни среди нападающих. Обидный луз с кучей нереализованных моментов. Придется сыграть еще один последний на сегодня матч. Составчик здесь тоже забористый, против Фодена и Адееми нашей обороне по-любому придется поднапрячься. Ну и с реализацией в нападении надо тоже что-то делать после последней катки. Впрочем, первый сносный момент у ворот соперника Жезус завершает точь-в-точь, как 15 минут назад неказистым ударом по центру. Зато в защите удалось сыграть плотнее. Первая опасность пришла только на треть второй минуте, где Гвардиола задешево купили на простецком ложном замахе. Имеем унылые сухари по итогу тайма. Во втором оно пошло пободрее. Леон Бейли на спринт-бусте влетает в штрафную и так-то неплохо бьет с нерабочей ноги. А на корнере Ёшка и вовсе пробивает наш фирменный зеленый ТФ головой, но с прицелом у парней что-то не очень. Сразу после этого оппонент одним пасом через все поле запускает Фодена 1 на 1. Серхио Калач тертый и своим выходом смутил перспективного юнца. Еще горячее стало на 61-й минуте, когда Карим начал накручивать наших защитников. Да лот сплоховал, Акан же не накрыл, но и удар у Адыеми получился неказистый. Время на часах тикало и проведя по еще одной атаке, мы с соперником выпускаем резервы, понимая, что исход матч может решить всего один точный удар. Мысль оказалась чертовски верна. Гамшик что-то рыскал туда-сюда, но ни Кайседу, ни Гвардиол в нужный момент не выставили ногу. И казалось все, по такой сухой игре параос ушел, но у Рокфора, Робинсона и неутомимого Габи Жезуса были другие планы. Корявый гол с добивания, но зато какой нужный и важный. Бразилец вообще будто закинулся рогаликом с мельдонием, и в последние минуты рубиться стал как не в себя. На пару с Вернером и Педро Нету наши душат соперника на его же половине поля. Габи дожидается нужного тайминга и отдает на Вернера, который ставит точку. То, насколько потные и сложные были эти матчи, недвусмысленно говорит, что таким составом гонять в онлайне будет непросто даже в сентябре. В первую очередь я бы убрал Бейли и поставил на ФРВ или АЛФА Рэшфорда. Все же его моделька и 5 звезд на финтах, несмотря на 81 рейтинг карточки, будут рулить. Ну и центр поля Имха нуждается в укреплении. Здесь уже придется раскошелиться. Если Райца в качестве опорного бревна можно купить и не потерять, то хороший бокс-то-бокс как Тонали история кусача. Сейчас шибко дорогой и в цене будет падать каждый день. Кудуса тоже надо по-хорошему менять. Из относительно недорогого можно попробовать Букаёшку. Даже с трешкой на финтах он будет в разы полезнее. В пределах 150 кусков собирается такая вот банда. А дальше уже смотрите в сторону общепризнанных топчиков, ценники на которых, правда, пока большинство работяг не по зубам. Казалось бы, этим составом можно играть, особенно его усиленной версии, но с другой стороны, не то что в четвертом, а в пятом и шестом дивизионе вам по-любому будут попадаться составчики посильнее. И в этом бюджете можно собрать куда более злую команду из других лид, какой-нибудь там ядреный гибрид. Но если вам уже выпал топ игрок АЗПЛ, то как раз вокруг него собрать таких недорогих ребят можно, и погода они особо не испортят. Пишите ваши мысли по АПЛ, если вы уже играли, и пожелания по следующим видосам в комментариях. Не забывайте подписываться на мои соцсети, в частности на ВК-сообщество. Ссылки найдете в описании, там я сейчас дублирую видосы. Ну и, конечно же, поддержите старания подпиской, лукасом. И на сегодня все. Всем пока, с вами был Мосс, скоро увидимся.